Значит, я начну с некоторой мотивации, касающейся определения весовых структур, которую Михаил Владимирович когда-то определил на категории ДМ, воеводской, объективной, геометрической или не геометрической. Для начала. В следующих предположениях. То есть, если характеристика основного поля, поле будет всегда совершенной характеристики P, или характеристики 0, и в случае характеристики P он рассматривал R, Z, EPP, алгебра. Значит, тогда на следующих категориях. Я пока не буду определять, что такое весовая структура. Ее определю чуть позже. Тогда на следующих категориях, тем геометрических, можно определить весовую структуру Joe, который там правая часть, соответственно, замыкание относительно расширений. То есть, просто в смысле вытянных треугольников следующих категорий. И, значит, сердцевина такой весовой структуры, это и есть, как ни трудно ожидать, вот этот самый Joe мотив. Ну, она также расширяется до неэффективной категории и до негеометрических мотивов, если мы возьмем подклад, который замкнет еще относительно к произведению. И там ровно такое же, такую же конструкцию, просто категории всех мотивов и ввод склон. Можно получить зоо структуру при тех же предположениях на кольцо и на фиксистику, которая, значит, ограничивается до геометрических и имеет сердцевину пополнения этих шоу. То есть, мы берем все к произведению и элитра. Значит, это первый кусок мотивации того, что я буду сегодня рассказывать. Ну, я бы преимущественно в общем-то весовые структуры не то, чтобы сильно использовать, но это одно из. И второе, это значит, какие-то варианты слайс и элитрации. Итак. Следующим шагом мы определили несколько лет назад достаточно прямое обобщение вот этой весовой структуры, породив все в следующем смысле. Смотрим ту же самую демоэффективную. Но теперь R – это вообще любое кольцо коммитативное с единицей, где не обязательно включена характеристика. Ну, в таком случае мы породили тоже весовую структуру название R – draw просто гладкими многообразиями. В том случае, что это это ортогонал к такому классу. Ну и какие-то свойства, которые, в общем-то, характеризовали ту структуру, можно переносить на этот случай, на именно весоточность такого функта. Пристоумножение на т.м. Ну и какие-то там свойства, что мотивы гладких имеют неположительные веса, что при какой-то стратификации на кообразе типа СНК-дивизор его веса тоже можно характеризовать. Каким-то образом. Вот. Сейчас я расскажу про некоторые про некоторые ортогоналы, которые будут общать как весовые структуры, так и те классические объекты, о которых я говорил. Ну и еще в общем-то в целом какие-то эглы. Вот. то есть я опять буду рассматривать какое-то совершенное поле. Произвольные характеристики и R тоже произвольные. Значит, мотива. Какие мотивные категории я буду рассматривать тут. Я буду рассматривать ssh-s1 dm без трансферную производную и mjl-модуль. эффективные версии. ssh-s1 также я буду означать эффективно в утверждениях. Ну я в общем все эти категории буду означать неэффективную версию. Вот. Хорошо. Значит да, ну и какие-то стандартные обозначения для твистов буду использовать. умножение на t прямое слагаемое будет как всегда вот так обозначаться. Ну и соответственно умножение на прямое слагаемое проективное сдвинутое давид, извини пожалуйста, ssh-s1 это без p1 стабилизации или полная подкатимия? ssh-s1 без стабилизации я буду ее в общих конструкциях обозначать через df окей несмотря на то, что они для их да, ну и функтор мотива будет означать из гадких вот в эти d которые д компактны на самом деле так первое это то, что в общем то существенное, что потребуется от гомендопической тест-структуры, которая на всех этих категориях во-первых на них существует сходящаяся спектральная последовательность скорой размерности носителя я в таком виде буду ее записывать а уж какой-нибудь магический функтор, который будет всегда представлен у меня просто каким-то спектром под кучу сейчас я напишу что это значит из какой-то гладкой могообразия h будет в основном просто выглядеть так h p x а это просто морфизм такого ну и вот что-то представлен вент какой-то спектр x с верхним индексом p в скобках это просто точка размерности p первое первое что нужно существенно это следующая характеризация гомотопической структуры техническая положительная это не то чтобы определение те спектры которые зацепляют такому свойству нуля где и положительная идет целая ну и в эффективном случае но я я не вожу никаких категорий про объектов для любого функционального поля для любого поля функций вот это просто предел соответствующий как значение ну нет несколько важных может быть не совсем стандартных следствий такие во-первых следующий функтор тточин значит функтор стягивания выводства тточин да функтор стягивания я в моем случае просто сопряженный к такому тристу ну и садачу ретерированной версии тре треугольной версии функторов самого выводства и второе что следующее семейство фунтов 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 не шибко важно что это предпучки это это семейство проинтересовано целыми числами которые отправляют объект в зависимости от того пучковой природы в следующее семейство ну то есть то что написано к целых чисел к опять функциональные поля поля функции в неэффективном случае и в эффективном соответствующий аналог финоль просто просто предпочеки который отправляет фи в соответствующий аналог никуда не сдвинутый любого опять же поля функций там написано предпучки на point point это поля функций вот эти все всевозможные просто полная подкатегория d натянутая на них там не нужна подкатегория нет смотри то что я пишу это это не не про что-то это все вот эти мои тд это никакие не про объекты я просто беру всевозможные поля функции над давид еще не сказал что он хочет про это фи фи ноль я продолжу между разными между точками нам не нужны в этом да я потому ничего не делал это просто предел соответствующий если сейчас насчет консервативные консервативные точные можно считать что у нас просто это множество точек без каких-либо морфизмов это есть да хорошо можно считать что это семейство просто консервативные точные и коммутируется кубы изъединениями вот можете еще раз чуть-чуть выше сделать определение функтора фи да спасибо да спасибо вот сейчас у меня тоже вопрос ты говоришь что консервативные какие у тебя справа морфизма так хорошо давайте я так хорошо в общем я сказал что это просто консервативное семейство пусть это будут не предпучки амзет например в общем просто следующее семейство консервативное подсемейство функций какие бы не были правоморфизмы что такое изоморфизмы как бы не вызывает сомнения что такое просто ноль в ноль не вызывает сомнения да считаю что это может точно да ну короче надо статье может быть тоже надо написать извините а можете еще раз объяснить для обозначения категории на которой он определен вот этот верхний индекс еще раз что означает это дэф актив а f над буквой d спасибо хорошо значит хорошо так ну да и какие-то еще основные свойства гранатурической катастрофы которые наверное более известны приводить не буду собственно семейство первое определение такое значит я определю следующее семейство кейл начну с пусть с й это какая-то не убывающая последовательность целых чисел пополненных то есть бесконечностями я определю следующие ортогоналы которые буквы будут обозначены буквой а с индексом с что-то что-то каналы это гладкий мегабресик что-то может сейчас скажу где-то где почему так выглядит почему важны вот эти бесконечности наблюдение один наблюдение один один она же лемма данные семейство ортоганалов да в эффективном случае я беру неотрясательный данные семейство ортоганалов характеризуется также следующим образом сообразно в гометрической структуре просто те спектры которые где опять же j j как выше k большое поля функции на k другого функции на k ну опять же все доказывается в крайней последовательности такой размерности носить для функтора h представлен просто спектром спектром c следующее пусть смотрим спектр c тогда следующее условие эквивалента c из ортогонала второе что гомологии относительно гомотопической структуры подвинутые тоже лежат в этом ортогонале для любого целое замечу еще следующее эти аэс в действительности являются аэлами значит это означает просто следующее что такая пара задает деструктуру всегда можно спросить про пример гомотопическая деструктура подходит под это когда все равно нулю коэффициенты и параметры правая часть гомотопической деструктуры вообще не задает она же не ортогонал в смысле она же не правый ортогонал сейчас еще раз таким способом можно гомотопическую деструктуру получить как в частном случае нельзя таким способом нельзя получить гомотопическую деструктуру гомотопической структуре а вот я везде рассматриваю гомотопическую деструктуру в смысле в смысле гомотопическом, то есть не как комплекса, наоборот. Поэтому правая часть, она не правая артебенома, поэтому так и получить, конечно, нельзя. А левую часть? Таким способом это какие? Вот как написано последняя надпись? Да. Если бы таким образом можно получить гомотопические структуры, у нас бы в ядре гомотопической структуры было бы достаточно много проективных объектов, то он, очевидно, не наблюдается. Это уже тонкое наблюдение, да. Значит, весовая структура пока еще не активирована, да? Да, пока не активирована. Структуру таким образом получить нельзя. Хорошо, а можно тогда еще один такой же наивный вопрос? Теструктура, связанная со слайсами, тоже нельзя, наверное, или как-то какой-то из стандартных Я сейчас расскажу, что можно получить. Вот то, что вы говорите по слайсам. Значит, да. Первое наблюдение такое. Значит, посмотрим на эндорациональные категории. начало просто в стандартном смысле обозначение, что это такое. У нас есть единство обозначений, которое буду писать, что я локализую по такому 300 фигурных скок. Есть следующая пара спряженных хонкторов. Справа у нас просто стоит эндорациональная категория, в смысле, что мотивы там. Она просто переводит соответствующие соответствующие мархизмы, вазомархизмы тут. Это стандартный результат. Это вполне строгий функтор. И я буду отдачить вот эту эндорациональную категорию просто с ортогоналом. таким. Ну и вот можно понять, что сейчас будет пример как раз где я получу вот этот ортогонал. Вот. Для кекс-моргетов значит хорошо предложение значит пусть пусть н какое-то фиксированное целое я возьму следующий набор с нуля до н будет минус бесконечность н плюс 1 дальше бесконечностью тогда наполняется следующее пусть есть какой-то элемент сердцевины гомодопической структуры значит и варианты следующие первое он лежит также в вот этом ортогонале для соответствия для все элементы сердцевины это там всегда эффективные это там или какие-то гомотопические модули в смысле эффективные гомотопические модули или там пучки с фрейм трансферами или там просто гомотопические варианты с трансфером что-то еще я поэтому не буду отличать с и соответствующий элемент пучковой приводной сердцевины не снижающей гомологии этого с обнуляется любого и большего r третье что с на полях функции подкрученных это ровно в том же смысле что это морфизм этих полей мотивов полей функций подкрученных вас умоляются четвертое что соответствующее стягивание воеводского умоляются значит ну окей ну достаточно заметить что во-первых первые три пункта это просто спектральная последовательность плюс наблюдение что вот эта группа это просто какая-то подгруппа в соответствующих рпс первых гомологиях не снеюча проективный прямой плюс один от к которые обновляются по условию два вот и и наконец если выполнено вот это то это то же самое что и пункт четыре просто потому что по консервативности ну вот ну вот я сказал такой такой набор с это я буду означать с энд энд энерф энерф сценарь что-то замечание что такой подход сразу дает то что гомотопическая структура эффективно ограничивается на операциональную категорию просто потому что каждый операциональный для с как выше ну а мы сверху видели время что гомологии сохраняют это первое замечание теперь так определение весовых структур все видели или или следует напомнить я начал с того что были были какие-то структуры типа джоу которые которые были как ортогоналы в соответствии сдают отрицательный мотив к благообразиям теперь можно да во первых замечу что вот эти аэс сдают в точности весовые структуры с индексом s просто правая часть ну и не несколько утверждений которые прямым образом обращают то чтобы получено ранее такие пусть и рассмотрим последовательность которая удовлетворяет таком неравенство и сдвиги не превосходящий к данных эффективном случае начинаю с йод не отрицательных тогда соответствующий твист на н слабый вес оточен в том смысле что если есть какой-то спектр не отрицательного веса то соответствующая подкрутка подкрутка мотив левшится при условиях которые написаны выше веса такого так сферический спектр С это последовательность она случайно просто раньше кажется нет нет значит да мотив точки это просто это просто тут нигде С это случайно перерыв потому что я неудачно все пишу но это просто суждение спектральной последовательностью и свойствами P2 для просто функтора представленного соответствующим спектром ну то есть если я рассмотрю например С тривиальная как раньше тогда эти функторы будут весоточны как и для весовой структуры Джоу ну это просто весовая структура Джоу с которой я начал такой функтор относительно тривиального с заточен в таком случае значит если пусть К единица плюс как выше тогда соответствующие P1 все утверждения прямого общая все те которые уже давно были доказаны ну где мы на берциальной категории можем задать весовую структуру ровно таким же способом как и как написано выше просто с помощью берциальных мотивов бир просто мотив обычный скомпонованных проекций на этом мало интересно я немного расскажу еще про основные утверждения связанные с тем как эти весовые ССК и ТССК им соответствующие будут давать слайсы или функторы неразотронных пегмологий как выше я буду обозначать весовые структуры соответствующие какой-то С ладкими объективные и неэффективные с буквой С где С это какая-то последовательность как я заметил правая часть это просто вот это самое тогда следующее предложение ровно то же что было выше помента значит если опять какой-то объект сердцевины следующее условие эквивалентное во-первых расположить метод неотрясательные веса второе то самое условие принесения в гемологии выполняется в таком виде там нужно взять минимальным минимальным таким что значит все последующие н неотрясательные или если его нет то взять н бесконечности для вообще выполнены все условия просто безусловно в том числе со стягиванием из тривиальности подключенных точек для бесконечности только мало хорошо хорошо пожалуйста можете еще раз показать высшее определение время свою структуру такое нет я имею ввиду вот который именно этих не в обществе которые это определение тех последователей с для которых которые нужно подставить чтобы получить айлса а потом из них получить структуру и весовая структура должна быть с ней согласована часто структуру еще нет не было какой хорошо это определение самих весовых структур будет те которые обозначены такое положить начать весовой структуры сдается каким-то любым есть два основных первое это просто с нулевыми с которой я упомянул но не будет важно это те которые просто вообще джоу структуры где мы берем просто гладкие мегапрессии сдвигаем отрицательные штуки берем право а то о котором я сейчас сказал последнее утверждение это вот такое я беру вот такие как сейчас на экране от 0 до n такие вот n плюс 1 и выше бесконечности это просто н-версиональная категория это ортогоналы и это положительные по вес структуре а это положительные по вес структуре да 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 а с это для любого с вообще это правая часть хорошо возможно структуре да теперь есть такая общая машина смешанных структур к весовым соседствующим да да замечу что у меня все эти все весовые структуры они ортогоналы каким-то компактным объектом поэтому они приведен то есть они по произведению сохраняются справа поэтому к ним там по общим утверждением есть правый сосед правый соседствующий тест структуры в том смысле что я бы сказал что левый ну правый соседствующий не левый тест право в слева а почему это ортогонал компактным объектом там ведь какие-то ну поля функций значения на полях функций были нет но я же я их определяю на гладких на гладких многообразиях они равны просто ортогоналом к полям функций но само определение а с это ортогонал к мотивам гладких подкручен этот вопрос кстати вообще да если брать ортогоналы полям функций какие-то такие вопрос получится ли этим макаром весовые структуры за структуры видимо открыт то есть мораль пишет да берем то берем эти самые и определяем структуру почему так получается структура ну может другом месте он написал ну конечно другие ли я нашел где-то проверено ну у него жены для этого есть теорема связанности чтобы это проверить ну понятно спасибо но она наверно все таки правы потому что потому что вот вот так хорошо да я буду обозначать ее гладкой структурой но опять же надо может может быть каким-то индексом с если он не нулевой вот и таким путем можно построить следующую занимательную фильтрацию возьму да я буду строить торт тоже на пучках то есть на сердцевинных эффективных эффективных категорий строится на так беру то срезку относительно эффективный гладкой гладкой и применяю к этому делу функцию нулевых гомологий относительно гомотопической структуры ну и беру образ где ф это элемент эффективных значит ну вот меня задается какая-то взрастающая фильтрация так есть какая-то взрастающая фильтрация из таких сколько 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 операциональных объектов в пересечении сердцевины значит посмотрим что эта фильтрация задает и что эти вьет что эти то что эти факторы фильтрации что я себя представляю теорема так первое шутка обозначения для этой категории иберациональные иберациональные в том смысле как в что они лежат в положительной части какой-то весовой структуры относительно s в котором в которых вот эта самая операциональность это бесконечность если нет положительных и какое-то там минимальное при которых положительные эти агменты тогда это под категория сэра тут первое пусть f как выше как элемент гомотопической силу цивина тогда соответствующие факторы фильтрации это в точности право и сопряженные вот к этому уважению соответствующие факторы фильтрации выше напомню что есть такой функтор вполне строго вкладывающий в эффективную категорию у него тоже в свою очередь есть правосопряженный функтор неразветвленных когмологии который введен к анам саджатой я потом расскажу попозже почему введен когмологии ну какой именно был имя введен то чтобы вычислил значит тогда для вот этого самого s и b значит этот функтор неразветвленных когмологии это просто срезки значит в эффективной гладкой структуре вот значит то же самое только для эффективной весовой структуры гладкой соответствующая сибирь созревшие срезки срезки это просто слайс слайс да ну замечу действительно что это категория сэра ну по очевидным причинам что у нас функторы сироцевины лабилевую группу на эффективных точках функторов фенол значит да ну то что это действительно функционированный когмологии соответствующего уровня но это просто потому что он также правосопряженный как и положительные срезки ну это то что это да в чем смысл вот этих правососедствующих к этим тест структурам тест структурам к нашим весовым в том что мы получаем такую же функториальность для этих весовых структур но почему эти срезки это и флайс в том числе то есть значит да замечание что это там срезка на каком-то пачке это он же значит тогда и только тогда когда он соответствующим образом дирекциональный в том в том смысле который был предложением да интересное замечание такое значит у нас есть как для 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 как для этой структуры разложение такого вида всегда любого объекта да тогда доказан такой факт что насчет весовой фильтрации это просто следующие штуки пусть аж магический функтор тогда фильтрации это просто образ h но при при применен к сделке значит вот таким образом определенный объект в действительности подфунктор h не зависит от этих выборов разложений и интересное наблюдение связано с тем что написано выше такое насчет пиваяс когда-то определил для дм значит кандидата для фильтрации блок с с помощью операциональных башен но варианта можно построить с помощью эффективных фильтрации на мотивных технологиях веса паку коэффициент с vr на самом деле там нужны вкладки проективные q конечно он доказывает некоторые свойства значит это ядро да все все это все это соответствующего отображения где соответствую соответствующие q плюс q плюс 1 где значит вот это слое соответствующего уровня вот но он доказал там какие-то все все свойства кроме того что гомологичные объекты они тривиально действуют на грудоированных факторах вот но замечу что для случая равного q гладко-проективного многообразия и p равного q тогда это просто есть его кандидат на фильтрацию блок а значит замечу что это как написано выше вот этот фактор фильтрации совпадает с нашей весовой фильтрации для соответствующей гладкой эс брациональной весовой структуры и еще одно замечание да про вот эти функторы не университетом хромологии соответственно потому что написано да канц обжата специально изучали такую ситуацию для дм ну и соответственно для гомотопических вариантов пущков в трансферме и и и просто перциальной категории нулевой и значит доказали что если я возьму верни разветленный с индексом 0 возьму гомологии возьму какой-то пущок в наших обозначениях если я возьму в наших обозначениях f0 вот какого-то пучка вот это сочности его нет сочности неизвестная часть представленного им функтора ну причем для s уже любого потому что и второе это некоторый аналог мотивных компактификаций если есть м из сердцевинной гладкой структуры стреляли нас значит и пусть пусть у нас есть такое изображение с какого-то мотива гладкого многообразия в такое что оно в персональной категории становится изморфизмом дмбир значит тогда не эффективная вот этого самого f0s тоже неизвестная часть да в каком смысле это гладкие кватификации но во-первых если многообразие вложено в какую-то младкое проективное ссылку компактификацию то есть неразветвленные так и вычисляются как f на этой самой модификации далее если мы опять же обращаем характеристику то вот это условие пусть f такое что-то изморфизма но всегда выполнен в таком случае произвольно конечно всегда ну значит здесь достаточно посмотреть на диаграммы такого вида f0s 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 f World f f0s 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 f consuming f companies есть такая последовательность сопряженностей и 0 это полное уважение операционально что может эффективно молодей к нас уже то самое что эффективно теперь замечу нам не менее достаточно доказать что что стрелка стрелка вот эта стрелка все эффективно до этого я нашел треугольник слайс фильтрации нулевого уровня и применю к нему что получится с природностью получено выше активная с и вот первый элемент значит стандартная гладкая структура стреляем она лежит просто гонотопической структуре и вот этот слайс двигает ее на единицу гонотопическую ну и таким образом вот этот вот этот вот это был реально и действительно насчет это не странная часть в том смысле которое при нем больше ну Субтитры создавал DimaTorzok